68-го года, возраст свой не скрывай, в отличие от некоторых, потому что что его скрывать-то, слава богу, кому-то лилось, а кому-то... Что скрывать-то, не столь лет, да, не круглая дата, что скрывать? Да, да, мне замуж не выходить, так что я особо не стесняюсь. Итак, то есть в это число входит Лора, Павлик, например, Лёня, Юха, Радик, Тофик, все Ритки, Славики, Рубены, Серёжи, Шахнозы и это самое, отобейки входят в это число. А, например, Абрамы, Сары, Алекса и Дженниферы уже не входят в это число. Сто процентов, Джошуа, все эти, все они пролетают. Я им пару раз поставила мультфильм, он говорит, мама, ты что, вообще что ли? Мы вообще не понимаем, о чём эти фильмы, какие-то, они говорят, что это им неинтересно, что им это очень скучно. Я говорю, ну хорошо, ребята, ну, слушай, для нас это, кроме, что у нас было, кроме этих мультиков, сто процентов, каски, раз в неделю, это трубочки с кремом и томатный сок, что у нас было? Ничего не было. Ты помнишь, я не знаю, как у вас в Ташкенте, у нас в Душамбе в шесть часов в воскресенье показывали Чип и Дейл. Все бежали, Скруч Макдак, все бежали на эти мультики. Вот что я тебе хочу рассказать. Мы отмечали, помнишь, у нас была такая программка, мы отмечали на программе, чтобы не пропустить наши любимые детские фильмы, мы отмечали их карандашом, Яролаш, Спокойной ночи, малыши, сказки и мультики, да? Сказка была у нас по пятницам, а самое страшное и непонятное для меня, почему, почему эти мультики показывают всего 5-10 минут в день? Я теперь-то понимаю, почему, потому что, во-первых, они воспроизводились очень тяжело, не было такой компьютера. Графики. И они это, мы, они смаковали эти мультики, чтобы все сразу не показать, чтобы потом они миллион раз повторялись. Это сейчас уже технология дошла до такого, они уже показывают это 24 часа в сутки, и никому это уже не надо, потому что дети, уже сегодня не дети, атомные дети, они мультики не смотрят, они играют в компьютерные игры, и телефон сегодня заменил полностью жизнь их. И дети, как в колонии особого режима, шли на эти мультики, сидели, и 5-10 минут все у экранов... Не отрываясь, пристально вот так смотрели, вот понимаете, да? И каждый раз, когда заканчивается, говорят, ну еще, ну пожалуйста, ну покажите! И раз она обратно, карусель, карусель, и начинается какой-то там очередной мультфильм про гавкового утенка или еще какая-нибудь жаба. Ну, мы сидели часами возле телека, не сидели наоборот, мы, наоборот, были очень сильно концентрированы на нашей учебе, ну не я в частности, может кто-то был поумнее. Я, например, вообще не любила учиться, я любила стишки учить, и у меня были интересные игры, я их сама выдумала. А уроки я не любила. Потом, мама, пока за хлебом не сходишь, уроки, за мультики смотреть я тебе не дам. Уроки сделаешь, ну уроки ладно, но хлеб ты точно купишь, и там мусор главное, чтобы не забыть выделить. И, в общем, мы, вот так вот, наше было детство не сильно избаловано, и мы очень все это ценили, делая. У нас не было 24 часа Disney World, и ты знаешь вот эти все детские передачи, которые здесь. И вот я бы хотела, чтобы мы с тобой сегодня немножечко повспоминали, показали мультики, поиграли в викторины, и вспомнили, какие все-таки, вспомнили, окунулись в наше незабвенное детство в Советском Союзе. Оно было очень, на самом деле... Насыщенным, поучительным, понимаешь, даже несмотря на то, что ты, как ты говоришь, что у нас не было столько много мультиков или фильмов, которые нас развлекали, мы от этих мультфильмов и фильмов, мы учились, мы на этом жили, правильно? Возьми сейчас американские мультики, кроме убийства ничего нету. А у нас все фильмы, они были поучительные, поэтому родители никогда не боялись нас оставлять у телевизоров, несмотря на то, что не было... Знаешь, особенно вот художественные фильмы смотришь, «Кортик», «Приключения», там, я не знаю, «Капитана Врунгеля». «Круповая птица». Да, и вот заканчивается первая серия, и ты ждешь, ты ждешь. А это было по воскресеньям, не каждый день, правильно? И вот ты ждешь, когда будет другая серия. И родители не боялись, потому что они знали, что там и нет никакой вайланс, там и нет ни убийства, ни еще чем-то такое. Нет, конечно, о чем ты говоришь? Я тебе скажу, мозгу не нужно столько информации, потому что сегодняшние дети здесь, они очень перегружены ментально, и эти уроки, и они поэтому очень много детей, которым нужны терапевты, психотерапевты, психологи, потому что они вправляются с этой информацией. Вот, это too much. Очень много загружен мозг, очень сильно загружен мозг, и дети не могут нормально быть детьми, понимаешь? А еще ты ничего не заметила, какое у нас сегодня с тобой сходство? Нет, ну тебя подожди. Давай. Ну, думаю, я в твоей программе, да, и буду выглядеть как ты. У меня кепочка, маечка. Да, а что? Ну, вот видишь? Знаешь, почему мне нравится работать на радио? Да. Можно красиво выглядеть только сверху. Только сверху, я тебе отвечаю. Я даже не рискну встать, я даже не рискну встать. Я молчу. У меня детишки заходят, папа, ну как? Я говорю, ну никто же не видит. Главное, что не надо одевать каблуки. Да. Не надо одевать, ну я там в шортиках и имею право дома. Слышь, я же дома в тапочках. Сто процентов. Значит, я здесь накрасилась нормально. А там, короче, ладно, я не буду об этом. Я говорю, как бы не забыть, когда уже начнем все в реальном времени работать, когда гости будут приходить уже в нашу студию, как бы не забыть уже одеваться правильно, ты понимаешь? А то придут, а ты в шортиках или еще. Ну ладно, давай. Я начала один интересный мультик, про мультфильм, я стихотворение нашла. И вот девочка, которую зовут Милена, она очень любит выступать на сцене и писать стишки. Вот она написала стихотворение про мультфильм. Ну-ка. Я не знаю, кто и как изобрел мультфильмы, но без них сейчас никак жить бы не смогли мы. Но это было, конечно, в то время, не сейчас. Сейчас можно жить без мультфильмов. Без смешариков смешных, ежика с лисенком, без мартыша казарных и слона с тигренком, чебурашки, шапокляк, волк и шустрый зайчик, винни-пух и пятачок, кеша-попугайчик, кот Макроскин, пес Барбос, поросенок Фунтик, Карлсон и фрикенбок, славный добрый Лунтик. А если бы кто-то мультики не придумал сразу, смотри, я что придумала, то придумали бы их Нара, Лёня, Атабек, Шахнозы. Ну там чуть-чуть, я просто изменила, думаю, а что? Ну, наверное, точно что-нибудь придумали. Я хочу сказать, что Союзмульфильм выпустил около тысячи мультфильмов. Ты помнишь мультфильм, который какой-то премию получил, назывался, по-моему, мультфильм, который сделал был из пластилина. Про корову, помнишь? А, это-то. Может быть корова. А может быть ворона. А может быть собака. А может быть там... Кстати, ты представляешь, какой это кропотливый и тяжелый труд. Это надо вылепить фигуру, надо сфотографировать, надо сделать улыбочку, надо сфотографировать, надо открыть пасть, надо сфотографировать. Я видел, как делаются эти мультфильмы. Я не знаю, если этому выгодно вообще. Ну, это было очень тяжело тогда. Очень? Все делать по ручной, не было никакой техники. Не было copy and paste stuff. Там не было компьютеров. А можно немножечко историю? Да. Вот вообще возникновение. Первым русским мультипликатором был Александр Ширяев. Он был балетмейстером Мариинского театра. Создатель первых в мире кукольных мультфильмов. С 1906 года по 1909 год он поставил ряд лент с танцующими фигурками на фоне неподвижных декораций, в которых с точностью Вайс произвел балетные партии. Фильмы были сняты на 17,5-мм пленку. Создание первого фильма заняло три месяца. За это время Ширяев протел ногами дырку в паркете, поскольку постоянно находился между кинокамерой и декорацией. И вот началом, знаешь, уже определились, это 1906 год. Больше, чем 115 лет тому назад. Обалдеть, нет? Это ужас. Я могу себе просто представить. Я помню, когда показывали документальный фильм, как делать мультфильмы. То есть они рисуют один эпизод. Потом сдвинулся чуть-чуть пальчик, а это полностью рисуется. Да-да-да, там ужас. Это страшно. И поэтому мы и смотрели мультфильмы раз в неделю по пять минут. Потому что было... Не потому что не было, что показывать. Было, что показывать, но не было количества... В процентном отношении было очень мало мультфильмов. Да. Чтобы не повторяться. Хотя мы... Если нам включали тот же «Ну, погоди», в пять раз в неделю, мы его с удовольствием сидели и смотрели. И сейчас посмотрели бы. Кстати, я очень часто прокручиваю. Особенно бременские музыканты обожаю. Не знаю, Винни-Пух для меня это... А вот новые серии «Ну, погоди», ты смотрела? Где он уже современный стал? У него тоненькие брюки, знаешь, облегающие, такая маечка, весь блатной, сережка. Не смотрела, да? Нет-нет. Не начинай. Не стоит. Не стоит. Ну, давай, давай по фрагментам пройдемся, а потом и споемся. Давай. Так, что мы делаем? Ну, покажи фрагмент из... Сейчас я тебе скажу. Ой, а что такое? Сейчас, одну секунду. А, я не вижу. Кого? Я тебе посылала. А, нет, поставь, пожалуйста, из бременских музыкантов фрагмент. Так, какой? Песня друзей, по-моему. Ничего на свете лучше нету. Ставлю. Чем бродить по белу свету. Ничего на свете лучше нету, чем бродить к друзьям по белу свету. Тем, кто дружим, не страшны тревоги. Нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, е-е-е-е-е. Мы свое призвание не забудем, Смех и радость мы приносим людям. Нам, дворцов, заманчивые сроды Не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- ступил. Хорошо. Хорошо. Я могу тебе сейчас заново переслать, ты сможешь это все вытащить, да? Все нет. Скажи, какое для тебя важно, я сделаю. Ну вот, пока ты это делаешь, у нас в Севейке и пишет. Окунаюсь в детство, спасибо. Владимир Давтян посоединился к нам. Татьяна и Елена, привет, мои хорошие. Шахноза Ахмад. Шахнозочка прилетела из Турции. Она две недели была там. Такая нехорошая. Без нас поехала отдыхать. Ну, мы рады, что она прилетела, что все нормально, отдохнула, подзарядилась, набрала энергии и, конечно, готова уже выступать на Радио Позитив Плюс ТВ. Мы без тебя соскучились и соскучились без наших радиослушателей. Всем привет, вы находитесь на волне Радио Позитив Плюс ТВ. Ириночка, привет. Ну, а мы продолжаем, и сегодня у нас тематика мультфильмы. Наш добрый советский мультфильм. А сейчас, кстати говоря, хорошо было бы провести викторину, которая называется... Если кто-то, конечно, хочет поучаствовать, пожалуйста, позвоните. Если вы считаете, что вы знаете лучший мультфильм, чем мы, и у вас с памятью все в порядке, вы звоните в эфир, мы вас сейчас проверим. И сразу говори, какой приз. Я на секунду удалюсь. Какой приз у нас? Книжка моя, которая называется... Могу даже... Книжка моя жирная бухарская свадьба. А я тебе даже еще больше скажу. У нас как раз вот к твоему часу появился новый спонсор. Это вот такая вкусная, прекрасная водочка Шикор и водочка Бояр. Окей? 375 миллиграмм. Так что, пожалуйста, мы сегодня их также разыграем. У нас не один приз, а три приза. Итак, Наргизочка, еще раз. Водка Шикор. Кстати, как переводится Шикор? Ты знаешь? Шикор, я не знаю. У нас меня бабушка называла самогон Шихор. Она так, чтобы никто не понимал. Вот ты сейчас узнаешь, что такое слово Шикор. Шикор севрита переводится пьяница. Ой, какой-то... Видишь, они уже тогда знали это слово. Сделали... Водка раньше называлась Араком, но не все... Да, Арак. Она сделана из шафрона. Ты знаешь, шафрон это самый дорогостоящий... Слышишь меня? Да, да, да. Да. Вот. И что сделали? Он раньше назывался Араком, но не все могли его пить. Не могли пить вот мусульмане, потому что им нельзя. И они переделали вот это именно Шикор. И дает о себе знать, что это водка Шикор, и специально покрасили вот цвет шафрана. Вот. А водка Бояр, это тоже органическая водка. Ты себе не представляешь, Наргиз, что нам нужно сделать? Нам нужно обязательно собрать группу из 10 человек, и в Лонг-Айленде находится их завод, где они воспроизводят эту водку натуральную, органическую и кошерную. И он нам расскажет, почему нельзя покупать другие водки. Не из-за того, что, допустим, они ему конкуренты или нет. Он скажет, как делается спирт и из чего делается спирт. Ты знаешь об этом? Из чего делается спирт? Я вот не знаю, потому что я... Если бы я пила водку, пила бы, любила водку, я бы... Я тоже не люблю водку, не пью, но я посмотрел видео, и это делается из наших отходов. What do you mean like? What do I mean like? Когда ты идешь в туалет, берутся спицы... Да. Но главное. Да. Китай, ты себе не представляешь, спирт сам по себе очень дорогое удовольствие, а китайцы его делают дешевле, они не ставят ни сахар, ни дрожжи, ничего, а используют именно наши отходы. Я пошлю тебе видео, ты посмотришь. А мы пока продолжаем твою передачу. Сори. Ты знаешь, кому это покажи? Кому? Алкашам, чтобы они посмотрели и им расхотелось пить. Да. И дешевую водку им расхотелось пить. Как ты ее все равно не пью, ты меня не спирает. Окей, поехали. Вот у нас первый телефонный звоночек. Мы берем? Да, конечно. Вы в прямом эфире на Радио Позитив Плюс ТВ. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Hello? Леня, как дела? Хорошо. Кто это? Это Рубен. Рубенчик, как дела? Ты в прямом эфире на Радио Позитив Плюс ТВ. Хочешь пообщаться? Да, всем привет передай. Все, я передаю я тебе всем привет. Поздравляю всех вас с праздником. Окей, когда закончится радио, перезвони. Нет проблем. Ну, молодец, не растерялся, обычно теряются люди. Сознание не потерял, хорошо. Ну да. Поехали, давай. Итак, у нас викторина, да? Да, поехали. Значит, насколько хорошо вы помните и любите советский мультфильм, пожалуйста, звоните нам в эфир, и мы сейчас вас будем испытывать. Начинай. А где? Мне же нужно, чтобы кто-то позвонил, или ты хочешь, чтобы я тебя испытывала? Давай я тебя испытываю. Ну, вопрос можно же задать? А, конечно. Но это не вопрос, это целая викторина. То есть я буду читать очень быстро, а вы даже... А то, видишь, у нас уже пишут, какой вопрос, какой вопрос. Насколько хорошо, окей. Не очень-то вежливо уходить из гостей, когда ты только наелся, надо чуток посидеть. С какого вам эфир для этого? Ты задала вопрос, или ты меня проверяешь? Нет, это вопрос. Мне или радиослушателям? Ну, давай ты отвечай. Ну, Леня. Я думаю, кто-то позвонит в эфир. Ну, будем ждать. Итак, еще раз скажи, пожалуйста. Не очень-то вежливо уходить из гостей, когда ты только наелся. Надо чуток посидеть. Ну, явно мультик, кто режиссер был, наверное, скорее всего, был Бухарским. Нельзя, покушав, сразу вставать и уходить. Да, надо за руку посидеть. Чуть-чуть. Да. Итак, уважаемые радиослушатели. Это вопрос, я поняла, это из мультика Винни-Пух. Да, может быть, надо было дать вначале как экземпл. Да, нельзя вставать и уходить, когда ты покушал из какого-то мультфильма Винни-Пух. Правильно? А вот у нас первый звоночек. Давайте посмотрим, кто к нам звонит. Я не могу видеть ваши телефоны и звонки. Вы в прямом эфире на Радио Позитив Плюс ИВИК. Как вас зовут? Меня зовут Лена. Леночка, здравствуйте. Вы готовы ответить на вопрос? Конечно. Готовы поучаствовать в викторине? Ну, попробую. И у вас есть выбор. Вы можете выиграть водочку или книжку на Наргиз Малаевой. Ну, что вам понравится? Ну, что вам нравится? Вы хотите немножко расслабиться или напречь свое зрение и почитать серьезную книжку? Я тебе скажу, она хочет расслабиться, потому что моя книжка у нее уже есть. Да, моя солнышка. Я не прописала, но она бы мне не помешала. Значит, читать мне. Ну, все, значит, давайте идем на расслабление. Наргиза, начинай. Давай. Поехали, Реночка. Итак, что нашла муха-цокотуха? Денежку. О чем мечтал малыш Карлсон? Полетать? Ну, наверное, о сладком, о меде. Не Карлсон сам, а о чем мечтал малыш? А малыш не помню. Не помню. О собаке. Кто хотел выдать дюймовочку в ротах? Что-то тоже из насекомого. Нет, нет, подожди. Кто хотел выдать дюймовочку за корота? Помнишь, когда она сказала «Ничего, ничего, от счастья не умирают», когда она сознание потеряла? Не помнишь? Ну, тоже какое-то, какое-то животное насекомое. Не насекомое, мышь. А, мышь. Зачем? А, да, да, мышь. Да, зачем папа Карла продал куртку? А, затем продал куртку, чтобы купить азбуклу. Умница. Какое слово пытался сложить «Кай» в замке Снежной Королевы? Наргиза, я тебя плохо слышу. Какое слово пытался сложить «Кай» в замке Снежной Королевы? Ветер. Умница. Как назвал каштанку новый дрессировщик? Каштанку не помню. Не помнишь? Назови первую букву. Т. Нет, не помню. Тетка. А, проехать. Какое варенье больше всего любил Карлсон? Легкий вопрос, детский. Клубничное. Клубничное? Малиновое или клубничное? Малиновое, правильно. Кто озвучивал «Болкова» в сериале? Папанов. Кто озвучивал «Зайца»? Румянцева, Клара Румянцева. Румянцева. Крокодила Гену? Да. Крокодила Гена, не знаю. Ну, помнишь? Ну, не помню. Кто озвучивал «Шамлока Холмса»? А, актер, вернее. А, окей, Ливанов, Ливанов. Ливанов. Кто озвучивал песни в «Бременских музыкантах»? «Муслима Гамаев». Нет. Ну, как ты могла? Подожди. Олег Ануфриев и «Муслима Гамаев». Молодец. Правильно. Подожди. Она такое ощущение, что она все время смотрит мультики и не работает. Она? Нет. Она очень даже работает. Ну, мультики я смотрела, конечно, в детстве. Как это так? И с детьми смотрела, и читала. Молодец, Лена. Считай, что ты имеешь мою вторую книжку. Ладно. Знаешь, что? Не вторую книжку. Я тебе диск еще раз подарю. Ты моя рыбонька. Спасибо. Поздравляем. Мы вас поздравляем с заслуженной победой. Это была нелегкая победа, но она состоялась. Молодцы. А сейчас я тебе подпишу, Леня. Спасибо, Леня. Спасибо, Леня. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что ты подпишешь. А сейчас я тебе скажу. Давай сейчас мы с тобой немножечко порадуем наших телеслушателей хорошим интересным блюзом Псай Балонки. Ну, давай. Ты помнишь ее, нет? Я помню мелодию не так, но попробую. Ну, там такое идет. Дело в том, что мы не можем включать фонограмму в эфир, потому что она... Синхронизации нету, да. Она опаздывает, я запаздываю. Она запаздывает. Поэтому мы сейчас попробуем вам это продемонстрировать накопельным образом. Да. Убираем музычку. Поехали. Убираем. О, наконец настал мой час Когда я здесь и вижу вас Едва надеясь на взаимность И я убедилась, вы не трус Вы так страдали, это минус Но я люблю вас, это плюс Не разлучат нас никогда Коты невзгоды и года Я так ждала Я столько вынес Но тем прочнее наш союз Мы так страдали, это минус Теперь мы вместе Это плюс Ой, видишь, я вообще мелодию забыл, тебе честно скажу И что, надо иногда в мультике смотреть Ну У нас, знаешь Играйте во взрослых Да, детишки у нас молодые Они вот эти все американские мультики У нас, знаешь, каждую субботу После шабата У нас муви-найт Если папа не работает Мы делаем муви-найт И вот там я показываю русские фильмы И русские мультфильмы А что ты даешь детям, когда они смотрят мультфильмы? Попкорн? В зависимости Они выбирают У нас есть попкорн У нас, допустим, есть какие-то снеки Или там они что-то делают Особенно они браунис любят Которые сами пекут И вот так потихонечку сидим Хорошо А сейчас, я прошу тебя Я тебе послала сейчас видео Пошли Поставь, пожалуйста, Виннифу Ой, нет Ты мне должна заранее сказать Сейчас пока давай пообщаемся Я должен уже перевести это Я тебе послала три видео Все Очень короткие Они по полторы минуты До конца их можешь не ставить А сейчас Я предлагаю вам поиграть Еще в одну викторину Которая называется Давай поиграем То есть Я начинаю петь песню из мультфильма А вы ее просто допиваете Строчку Не всю песню Итак, есть желающие Пожалуйста, звоните нам в эфир По телефону Ленечкиному 917-609-2989 609-8929 Да, и естественно Хотите выиграть водку Возьмете водку Нет, возьмете наличными Раз Два Три Если нет Леня, мы с тобой сейчас Сами поиграем Еще раз Давай объясняй Пока люди набирают У них 25-секундная задержка Ты знаешь, да? Я поняла Да, да, да Хорошо Значит Сейчас, подожди Я тоже подключаюсь Окей Итак Сейчас еще раз повторяю Мы хотим провести еще одну викторину Которая будет называться Допой песню То есть я начинаю петь фрагмент из мультфильма И вы его просто допиваете по памяти Буквально одну строчку Не нужно всю петь песню Или там напрягаться Помните Пойте то, что помните Итак, звонок? Пытаюсь дозвониться Не прошел Давай, говори Вы в прямом эфире Радио Позитив Плюс Севик Как вас зовут? Алло Нет, не прошел Алло Окей Давай попробуем с тобой вместе сейчас Угу Значит, я начну песню Петь, ты вообще помнишь хорошо мультфильмы все? Ну, попытаюсь Давай Окей Я, значит, начну Ты допиваешь Потом договоримся Кто что выигрывает Хорошо Значит Медленно минуты Уплывают вдаль Встречи с ними Ты уже не жди Я не знаю Закрываю календарь Быстренько ко мне сюда иди Вот не помню я это Но видишь, я тоже вышел с положения Вообще хорошо Кто ходит в гости по утрам Тот поступает мудро Тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам А то оно и утро Ну, я поняла Ты, короче говоря, намного младше меня Ты что-то пропустил момент Давай дальше Окей Расскажи, Снегурочка, где была Расскажи-ка, милая, как дела За тобою бегала Дед Мороз Пролила немало я горьких слез Ну-ка, давай-ка Ну, ты говори, плясать Нет, ты говори Плясать, выходи Нет, Дед Мороз Нет, Дед Мороз Ну, Дед Мороз Погоди Окей Говорят мы бяки-буки Как выносят на земля Ну-ка, первое слово Говорят мы бяки-буки Ну-ка, дайте Карты в руки Погодай на короля Ой-ля-ля Ой-ля-ля Завтра грабим короля Антошка, Антошка Давай копать картошку Антошка, Антошка Давай копать картошку Бара-бара-бара-бам Тили-тили Тролливали Это мы не проходили Это нам не задавали Бра-бам-пам-пам А еще есть такая песня Чунга-чанга Синий небосвод Синий небосвод Чунга-чанга Хотела сказать жопу Новый год Ты знаешь, у меня Можно я расскажу коротенькую историю? Давай У нас был в Душанбе КВН Среди молодежи И значит Мы проигрывали Мы проигрывали Нам не хватало Одно очко И если мы проиграли То это была бы ничья Если выиграли То на одну очко Значит опережали Что случилось? Значит Последний номер Чунга-чанга Я там солировал Быстренько пошел У нас там изменения были Мы не знали Что мы проиграем Потому что программа была серьезная Вот Быстренько у нас там Нашлись ножницы Меня постригли на лысо Одели парик женский И я переоделся Значит В женскую одежду Вышел и стал петь Чунга-чанга Милая жюри Чунга-чанга Ты нас пощади Чунга-чанга Думать нелегко Чунга-чанга Присуди очко Как только сказал Снимаю парик У меня такие волосы были Наргиза Снимаю парик Я там алысый Ты представляешь Там все были в шоке Но мы выиграли Молодцы Моя смекалка А кстати говоря Недавно После того Как мы Помнишь Мы записывали видео Калаш Что это было за песня А ну которую ты сделала Правильно К сожалению Да Не-не-не-не А Что я забыл Какая была песня Что с тобой А что с тобой Не-не помню Ну короче После этого я думаю Хорошо Люди посмотрели Мы сколько Получили Бьюз Я думаю Давай я сейчас сделаю Калаш Из бременских музыкантов И написала песню Думаю Сейчас я раздам А тут уже Это как раз было В момент разгара Ковида Я думаю Сейчас я людей Немножечко Развеселю А то люди перестали Бриться Мыться Они На работу Не выходят У них стимул Жизни пропал Думаю Сейчас я им напишу И думаю сейчас я пишу и теперь пишу такую бою боюшки бою на работу не хожу бою боюшки бою как я била заплачу короче это должен был пить юхан я привык ходить на свадьбы развлекаться танцевать бы а потом этот запевает радик но выехать а новые хочу ботинки кушать рыбу на поминках песок не ложись отдохнуть чуток не ложись сколько можно ждать не ложись не ложись вируса браток пес лимоном кипиток сама написала ну я да я хотела сделать что-то смешное значит потом не было как-то времени потому что эти были закрыты получается все все студии закрыты ну ладно когда все все откроются потом запишем не ну хорошие песенки я сейчас вспомнил хотя не все помню но вернулась конечно в прошлое это все давай я сделал сейчас я на солнышке лежу она сейчас берет время определенное чтобы это все можно было сделать все следующий раз ты мне говори хорошо если надо видео или надо mp3 мы же всегда mp3 100 у нас еще есть одна викторина если дорогие наши телезреслушатели если вы еще нас слышите пожалуйста подключайтесь и мы еще разыгрываем нашу водочку шахор и книжку и диск пожалуйста если у вас есть вообще желание на все это дело пожалуйста подсоединять у нас есть еще как минимум 58 вопросов неотвеченных вы можете спокойно посоревноваться это интересно проверить свою память и заодно отличитесь умосообразительностью тем более сейчас у нас сукот то можно обязательно запись хорошей вкусной водочкой почему бы нет совершенно бесплатно окей ну собачий плюс у нас с тобой надо будет конечно его записать согласен в процессе в процессе не торопись ну хорошо давай-ка я тебе позадам позадам позадаю вопросы а может быть ты тоже еще не потерял сильно память ну да значит мультфильм а мультфильм значит главным героем которого является маша и с этим случаясь с ней случаются всякие разные истории название мультфильма помнишь да помню у меня дети любят если не представляешь маша и медведь даже на английский на английском смотрела маша и медведь нет полностью его сделали на английском языке ты синий представляешь да так что можешь показать своим детишкам и внукам большой черный кот из мультика маугли большой а из маугли это же не не пантера она была кошкой багира 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 да багира да уайлдкет укажите имя медведя который любил есть мед был другом пятачка исполнял песня я облако я облако в этом смысле я . . . . я вовсе не медведь да это же винни-пух правильно да ты знаешь что пятачок был кошерным в том фильме да как я хотела мне кстати задали вопросы а что пятачок он еще не может быть евреем свиней евреем можно быть просто кушать ее нельзя так знаешь да почему был кошерным в том фильме в том мультике а потому что он сказал до пятницы совершенно да он спросил ты чё делаешь до пятницы я совершенно свободны а в пятницу мне шаббат окей а что за насекомая девочка она обошла поле и нашла деньги купила себе самовар и сделала чаепития муха муха цокотуха позолоченное брюхо муха попали пошла муха бабло нашла муха муха на базар и купила самовар тогда реал стейта не было понимаешь я вас чаем угощу окей укажите имена собак которые вылетели в космос русские аниматоры снимали похожий мультфильм и белка и стрелку как вызвали не белка и стрелка но они сделали но это по-моему не про ну да белка и стрелка в принципе матча менять у меня уже фильм но это было белка и стрелка него окей это как звали почтальюна из мультфильма просто квашене печкин а можно мне тебе задать какие-нибудь вопросы конечно назови пожалуйста фразу из мультфильма ну погоди любую фразу заяц ты меня слышишь хорошо молодец какого цвета был воздушный шарику вини пуха когда он вот наверное а розовый который замечательно заходит и выходит да нет не розовый синий а вот где жил чебурашка пока ему не построили дом чебуральный на какой-нибудь чебуральный это что за здание то есть это это скорее всего идет какое-то квадратное изделие с ушками да я думаю я полагаю типа типа будки такой в телефонной будке он жил вот ты мне задавала вопрос а из мультика из мультфильма маугли да а какая фраза не из мультфильма маугли любая фраза из мультфильма маугли да я тебе сейчас скажу ну-ка нет 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 жизнь детеныша можно может может быть выкуплено к словам я добавляю добавляю быка только что убит вам но жизнь детеныша может быть выкуплено словами я добавляю быка только что убит вам да они это как его который летела все время дело неправильные сообщения кто назвали но этот птиц птиц птицы она была что это был коршун или кто даю справку птица секретарь вот это да нет а в фильме которая скорее всего игл правильно не игл помню потому очень много интересных фраз на самом деле если мы просто пойдем себе отдельно скажем сделаем просто про мультфильм один определенный мультфильм я практически и помню всех наизусть с тобой согласен на точку окей птицы которые украли детей бабы яги у бабы яги ой я этот фильм очень люблю я не знаю если это лебеди правильно да да иванушка его сестрица там они проходят да 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 очень хорошая я хочу это вот поэтому мультфильм кстати о чем предупредила сестрицы сестрица алёнушка брата иванушку предупредив что нельзя пить воду из лужи что она сказала ну ты знаешь сейчас эта фраза будет актуальна для всех козлов не говори блин уважаемые радиослушатели если энергии спозвонит у нас есть если энергии спозволит у нас есть 10 вопросов это насчет мультика все мультики эти знают и победитель получает или книжку или диск или водочку звоните к нам по телефону девять один семь шесть ноль девять восемь девять два девять в нашем эфире у вас еще есть ровно восемь минут чтобы вы смогли спокойно какой-то при себе забрать так что не стесняйтесь ведь у нас даже тоже не получается отвечать ничего такого плохого нету память у нас она не бесконечная где-то заканчивается так что не переживайте девять один семь шесть ноль девять восемь девять два девять мы ждем ваших звонков на радио позитив плюс тиви так а у меня вот как раз поспела уже видео как она долго нагревается на ужасно ужасно я тебе скажу сейчас я попробую его запустить если получится скажи мне как прошли твои празднички проходят шикарно бы еще прошли и прошли мой честно я тоже я когда вот вхожу в последнее время я очень люблю праздники потому что есть время оторваться от действительности погрузиться немножечко суть самой жизни знаешь чуть-чуть немножечко оторваться от сайте потому что телефон это я хочу тебе сказать что телефон это страшнейшая зараза и ничего не сделаешь я даже думаю что я в скором будущем просто выключу фейсбук потому что у меня отрывает очень много времени даже так а ты не можешь собой контролировать не могу не можешь да я не могу это зараза как сигареты как как какой-то наркотик дурной знаешь почему потому что не потому что хочешь увидеть какие-то новости потому что там выскакают какие-то объявления например скажем печальные кто-то болен понимаешь я очень расстраиваюсь я начинаю там писать что-то у меня это сбивает очень сильно с толку я не знаю правильно я сделаю или нет но я должна что-то от себя отключить иначе очень много где опасную я тебя понял итак у нас готов фильм я на солнышке лежу кстати тоже моя любимая песня я думаю вам всем понравится слушаем наслаждаемся и не уходите готовьтесь позвонить к нам 9 1 7 6 0 9 8 9 2 9 и у нас есть для вас викторина и серьезные призы я на солнышко гляжу я на солнышко гляжу все вижу и лежу и на солнышко гляжу и все таки это не по правде ведь я сплю с закрытыми глазами значит солнышко видеть не могу а ты открой глаза и представь как будто ты спишь с открытыми глазами и поешь хорошо попробую и раз носа рок 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 идет крокодил дил 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 плывет только я все вижу и на солнышко гляжу а теперь ты пой одна ведь я не могу петь сам про себя рядом львеночек львеночек лежит и ушами шевелит только я все вижу и на львенка не гляжу ну вот так вот тебе и такая красивенькая песенка как тебе она пока мы уважаемые радиослушатели слушали я на солнышке лежу что лежу не знаю но лежу вот у нас телефон ах о чем ты подумала наргиза я смотрю на ту улыбочку у нас телефон и звоночек здравствуйте вы прямом эфире как вас зовут представьтесь пожалуйста алё алё здравствуйте здравствуйте как вас зовут представьтесь пожалуйста здание циви а циви я просто не могу видеть телефоны поэтому чтобы не было селекции на ком брать на ком не брать вот привет 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 ой я здесь детство окунаю спасибо наргиз классно спасибо лёня циви а ты еще помнишь мультики да наши советские ну помню я обожаю мультики конечно ну давай-ка я сейчас пробегусь я хочу чтобы ты все-таки я хочу чтобы ты поиграл с нами в одну игру попробуем ты помнишь я тебя буду задавать легкие потому что я знаю что ты все-таки немножко моложе чем мы и может быть что то про я тебе поставлю самые такие вопросы которые самые более-менее такие которых знают все окей спасибо назовите имя друга чебурашки хорошо крокодил гена скажи на аргизе что вообще что в каком мультфильме четыре героя черепахи и все они супергерои о господи я даю тебе немножко американские тоже а вот я хотел спросить а то я думаю это же американский мультик окей назовите число пятнистых щенков из знаменитого мультфильма про далматинцев еще раз добавите число пятнистых щенков из далматинцев что далматинцы на русском а далмейшн 101 но это уже не русские фильмы 101 не жалей ее не жалей не жалей не жалей не жалей вам В таком мультфильме у отца было три дочери, каждая из них просила отца привезти определенный подарок из города. Аленький цветочек! Аленький цветочек! Окей, назовите известный и любимый вашими родителями в детстве мультик про волк и зайца! Про волк и зайца? Ну погоди. Я думаю, что этот вопрос ты можешь только человеку задать, у которого амнезия была. Только мертвые не знают, как называется этот мультфильм. И назовите главную героиню, которую зовут Машей, и с ней случаются разные истории. Но это знавало ему, попробуйте ответить. Маша и Медведь? Маша и Медведь. Значит, зашла в чужой дом, обожрала всех троих медведей, которые закрутили все запасы на зиму. Ты не помнишь этот анекдот? Я помню. Помню, помню. Что за девочка-насекомая, которая обошла поле и нашла деньги, купила себе самовары... Подожди, ты же не... А тот вопрос... Что за наглая такая девочка, которая зашла, все съела у медведей? Она же не ответила. Отказала Маша. Маша, конечно, Маша. Окей, окей. Это же первый был вопрос. Я тебе сейчас задам не с того, что у меня написано, а с того, что я сейчас сама придумаю. Например, что ответил... Что ответил Пятачок, когда Винни спросил его, Пятачок, ты никуда не торопишься? Что он ответил? Это я не помню. Да, я не помню. По-моему, он никуда не торопился. Что говорит? Леонид. Я же говорю, он был очень кошерный мальчик. До Пятницы! Я совершенно свободен! А я до сих пор... Я думала, хотя бы этот вопрос, который очень сильно глоткожерный, ты хоть на вас помнишь? Окей, большой... Окей. Хотела тебе задать такой очень каверзный вопросик. А помнишь, когда кот из мультфильма из Простоквашина, он сказал, дядя Ваня, отдай мне бутерброд. Что он ему сказал, когда хотел забрать у него бутерброд? Помнишь? Тоже не помню. Позор джунглю. А, дядя Федор, то есть он говорит, колбасу... Бутерброд хорошо кушает, когда колбасой на язык. Так вкуснее. Не помнишь? Леонид, не помню. Помню, помню, помню. Не помнишь, ты летаешь. Как я летаю? Я приземленный, у меня гантели, я не могу подняться. Ты же ей задаешь вопрос, я поэтому и так сижу и жду, жду. Давай тогда сейчас, Леня, Цивя, оставайся со мной сейчас. Ты помнишь мультфильм «Бременские музыканты»? Помню. Помнишь, там, когда они украли короля, завязали его и сделали такую постанову, что потом этот принц должен был, то есть названный принц должен был спасти короля, чтобы он ему отдал взамен. И сказал, «Куда ж ты, тропинка, меня привела? Мне жизнь без невесты что-то не мила. Никак не мила. А я не боюсь никого, ничего. Я подвиг готов совершить для него. А я не боюсь никого». Не помнишь? Я подвиг готов совершить для него. Не, ну я не думаю, что она это может помнить. Ну я помню мультик, но я помню, что она там ничего не хочет, кроме того, чтобы выйти замуж. У нее уже были благие намерения, ты понимаешь, ничего не хочу. Да, я выйду замуж, а потом лицо покажу. Вот это помню. я не хочу. А ты, доченька моя, горемычная. Ребята, на позитиве. Слушай, доченька, яйцо диетическое, или может, обратимся к врачу. Что она сказала? Ман, я гонщик, не хочу. Ничего я не хочу. Видишь, что такое делают гормоны? Она даже не посмотрела, что папа ей дал бы полцарцу придачу. Она просто сказала, сейчас, в данный момент, я этого ничего не хочу. Девочки, можно я вам двоим буду задавать вопросы по мультфильму и попытаться ответить? Давай. Окей. Здесь будут и американские, и русские, так что и современные. В каком мультфильме прозвучала фраза «Птица-говорон отличается умом и сообразительностью»? Как? Алиса в стране чудес? Нет. Это бегемотик, который боялся уколы? Молодец. Совершенно неправильно. Ура! Совершенно неправильно. Уважаемые радиослушатели, слушайте. Да, я знаю. Это «Птица-говорон», которая отличается умом и сообразительностью. Это же Алиса в стране чудес, нет? Тайна. Третьей. Тайна планеты. Правильно. Тайна третьей планеты. А какой предмет потерял ежик в тумане в одноименном мультфильме? Какой предмет потерял ежик в тумане? У него была палочка. А на палочке? Звездочка какая-нибудь там. Нет. Нет? Я не помню. Давай что-нибудь. Это яблочко. Узелок. Хорошо. Вот легкий. Какой советский персонаж стал прототипом японского мультипликационного героя Чеби? Я уже имя назвал Чеби. Чебурашка же. Чебурашка, да. То есть, они взяли, они скопировали его, да, от японского, вот этого героя Чеби. Так значит, это был не их персонаж? Нет. Назовите полное имя почтальона из мультфильма «Троя из Простоквашина». Печкина, что-то, какой-то Васильевич, я не помню. Почтальон Печкин, больше никак не знаю. Игорь Иванович Печкин. Игорь Иванович, да? Да. А какой герой стал мужем принцессы Фионы? О, Шрек. Правильно. В каком мультфильме исполняется песня Чунга-Чанга? Чунга-Чанга, подожди, сейчас, это самый остров, что-то островок. Не помню. Там главный еще предмет подплывал к этому острову. Котирог. Котирог, правильно. Кто озвучивал попугая в фильме «Возвращение блудного попугая»? Хазанов, по-моему. Правильно. Да? Да. И вот еще один вопросик. Этот мультипликационный герой родился на Луне, а потом очутился на Земле. Назовите его имя. Игорь, ты помнишь такого героя? Лунчик. Не лунчик. Нет, не помню. Не знаю точно. Лунчик. Это очень радует меня, потому что ты все-таки еще молодец. Нет, она молодец. Ты что? Она очень много отвечает между... Лунчик. Так правильно сказал. Знаете, Лунчик. Лунчик. Да. Лунтишошка. Ну, жалко, что, конечно, не так уж многие пытались дозвониться. Может быть, стесняются, чтобы там правильно не ответить и не показаться глупым. Но, видите, у нас тоже не получается на все отвечать. Так что, ребят, не переживайте. Да, конечно. И вот она мне сдавала песенки, я не все песенки вспоминал. Ну, бывает, бывает. It's ok. Вот. А тебе... Ну, что мы Цивии подарим? Кстати, пока ты думаешь, кто такая Цивия, это наша новая радиоведущая, у нее своя передача, которая называется... Цивия, расскажи о ней немножечко. Называется TVOK Show Miracles Go On. Вот это чудо. Для женщин и девочек только... Ну, очень... Программа для женщин и девочек, конечно, We're for Women and Girls Only. И там мы говорим о чудесах. И мы вещаем каждый четверг с двух до трех. Да. Так что завтра, послезавтра настраивайтесь на волну радиопозитив плюс ТВ. У нас будет серьезное гости. Женщины и девочки, только мужчины. Пожалуйста, держите себя в руках. Спасибо. Пожалуйста, сказал. А так что мы ей подарим? Так вы мне уже подарили программу. Такую интересную. Проси, что хочешь, что пожелать. Проси, что хочешь, девушка. Корыто, корыто. Еще раз позитив. Больше ничего не надо. Все. Программа классная, была, дай бог побольше таких позитивных программ. И улыбок. Корыто, проси. Век воль не видать. Корыто? Нет, спасибо. Корыто. Там много коры. Да, корыто. Слышишь, у тебя уже есть корыто, проси. Лёня, какой мультик у тебя там остался? Только, только mp3. Очень долго переводить его. Так что, давай я хочу поставить, вот закончить нашу передачу всеми известной песней. Мы обязательно эту песенку ставим, когда у кого-то день рождения или просто хотим, знаешь, вот что-то вспомнить. Ты знаешь, я когда слушаю эту песню, голубой вагон, у меня всегда слезы. И крокодили. Вот я сразу возвращаюсь. Я с тобой поеду. Спасибо. Давай, попрощаемся и я поставлю еще раз. Окей. Ну, мы не закончили эту серию, правильно, советских мультфильмов. Да, это будет очень, у нас будет много продолжений и насчет мультфильмов, и насчет фильмов. Так что, заряжайтесь позитивом и слушайте наши анонсы. Аргиз? До встречи, дорогие телезрители, телеслушатели и до встречи в эфире на вторник. Надеюсь, что у нас все будет нормально и мы обратно появимся во вторник. Было всех приятно видеть и слышать. До новой встречи. Спасибо большое. Оставайтесь вместе с нами радио Позитив плюс ТВ. Гена, я с тобой поеду. Хорошо. Спасибо, Чебурашка. Молодец, старик. Не оставил друга. А ну-ка, подвись. Крокодил, играй. Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшие, конечно, впереди. С катертью, с катертью дальний путь стелется и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря. Календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь ко ходу машинист. С катертью, с катертью дальний путь стелется и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. С катертью, с катертью дальний путь стелется и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон. Голубой Вагон. Голубой Вагон. Голубой